Привет! Сегодня поговорим про дату и время в JavaScript, узнаем, что такое Unix время, что такое UTC и GMT, узнаем, как вообще можно обрабатывать дату и время, как ее можно обрабатывать по каким-то местным правилам, посмотрим на то, что такое ICO 8601 и давайте приступим. Тема на самом деле не очень сложная, просто тут очень много мелочей, которые нужно держать в голове и все про это помнить. Чтобы начать работать с датой и временем, нам нужно воспользоваться ключевым словом new, дальше мы пишем date с большой буквы, и теперь вот эту конструкцию мы можем с вами законсолить. Что здесь означает new, почему date с большой буквы, пока что для нас это не важно. Это относится к теме классов, когда мы ее будем проходить, тогда и поговорим про это ключевое слово new. Сейчас воспринимайте это как какое-то должное, которое вам всегда надо писать, когда вы работаете с датой. Обновляем страничку и получаем информацию о том, какое у меня сейчас время, какой у меня регион и какая у меня сегодня дата. То есть тут следует запомнить, если мы как-то хотим начинать работать с датой, то это всегда будет обернуто вот в такую конструкцию. Нам всегда понадобится new date. Если мы захотели вывести какие-то секунды пользователю, это будет сделано через new date. Если мы хотим как-то трансформировать его дату во что-то более красивое, это будет все сделано через new date. То есть вокруг этой конструкции будет строиться вся наша сегодняшняя работа. Но разумеется мы можем работать не только с сегодняшней датой, но и с датой, которая будет через неделю, через две, дата, которая была 10 лет назад и так далее. И поэтому в качестве аргументов нашему date мы можем передать различные параметры. И эти параметры будут означать какую-то конкретную дату. Например, самый простой вариант, мы сюда можем передать несколько числовых значений, которые будут означать дату. Первым значением является год. Например, давайте 2017. Далее у нас идет месяц. И вот первая мелочь, с которой мы должны столкнуться, то что месяца в JavaScript начинаются с нуля. То есть нулевым месяцем является январь. Тут сверху есть как раз небольшие подсказки о том, что месяца у нас начинаются от нуля и до 11. Окей, давайте двигаться дальше. Например, нам нужен январь, значит мы сюда напишем 0. Далее я хочу 1 января. Ну тут все просто, тут будет цифра 1. Если мы сейчас это сохраним и посмотрим, то действительно мы получим с вами 2017 год, 1 января. Если нам нужно указать время, то это будут следующие цифры. Например, 15.30. Это у нас, соответственно, часы и минуты. Обновим. Все есть. Ну и также последним числом является секунды. Это один из самых простых вариантов, чтобы построить дату, но тут единственное нужно помнить о том, что у нас месяца начинаются с нуля. Как раз вот тут сверху я и пометил, что у нас сначала идет год, потом идет месяц, часы, минуты и, ну, соответственно, секунды. Но также вы видите, что мы можем дату передавать и другими конструкциями. Давайте посмотрим на второй вариант. Это дата в формате ISO. Это такой специальный формат, о котором вы можете сами почитать, как он работает. Тут все достаточно просто. Мы указываем год, дальше через тиражечку месяц. Тут нам уже не нужно помнить, что месяц начинается с нуля. Тут месяц начинается с единицы, все как у людей. Дальше через тиражечку указываем дату. Тут как раз-таки пишется по два символа, потому что если это первое число, то мы должны указать 0,1. Такая же история для месяцов там. Если это девятый месяц, то 0,9. Если мы указываем год, то нам не надо писать там 70-й год. Мы должны написать 1970-й. То есть должно быть именно четыре циферки. Далее у нас идет буковка T. Это такой разделитель, который указывает, что дальше у нас пойдет время. Ну и соответственно мы указываем часы, минуты и секунды. Ну а далее через точку мы можем указать количество миллисекунд. И Z будет означать, что это время представлено в UTC формате. Об этом мы чуть дальше поговорим. Пока что давайте попробуем задать дату в ISO формате. Давайте куда-нибудь рядышком ее сюда вставим в комментариях, чтобы нам проще было с этим работать. Например, ту же самую дату, как мы можем ее сделать. Это у нас будет обычная строка. Указываем 2017 год. Потом месяц. 1 января. Получается 0,1. 0,1. Дальше указываем, что у нас идет время. 15, 30 и 10 секунд. Обновим страничку. И получаем то же самое время. Ну а почему же у нас в JavaScript месяц начинается с нуля, а здесь с единицы? Потому что здесь это какой-то международный формат, который используется во всех языках программирования. Ну а вот здесь мы задаем время и дату, которая только для JavaScript будет актуальна. Поэтому в JavaScript есть такое правило, что месяц начинается с нуля. Но учтите, что если мы работаем с ISO форматом, тут месяц будет начинаться с единицы. Ну и поехали дальше. У нас остается последняя штуковина. Это так называемое Unix время. Ну или по-другому timestamp. То есть можно говорить и так, и так. Вас поймут. 1 января 1970 года начался отчет времени. И этот отчет ведется в секундах. Соответственно вот столько секунд прошло с 70-х годов. И как раз такую цифру примерно мы можем передать в New Date и получить текущую дату. Вот например здесь есть какой-то timestamp вот этой вот даты. 23 год, 9 мая. Если мы передадим этот timestamp в нашу дату, тогда мы получим соответственно эту дату. Давайте это тоже попробуем. Только здесь у нас timestamp представлен в виде секунд. А наш New Date принимает это значение в миллисекундах. Ну в одной секунде 1000 миллисекунд. Поэтому наше значение мы должны умножить на 1000. Ну а чтобы не умножать, мы можем просто в конце 3 нолика приписать. И таким образом сейчас мы получим 23 год, 9 мая. И у нас тут 14.19 время. Зайдем сюда. Тут у нас 8.19. Ну и если мы соответственно посмотрим дату с учетом часового пояса, тогда у нас будет точно такое же время 14.19. Окей, то есть дату мы можем задать тремя разными вариантами. Но зачем нам три варианта, почему бы просто не пользоваться одним? Когда мы используем timestamp, очень удобно например сравнивать даты между собой. Ну вот к примеру, вот есть у нас timestamp 1 и timestamp другой. Очевидно, что вот эта дата будет больше, чем вот эта. Да, на одну миллисекунду. Но мы уже можем сравнить эти даты между собой. И тогда мы можем понять, что вот эта дата была раньше, чем вот эта. То есть мы можем взять сегодняшний день в Unix времени. Мы можем взять завтрашний день и сравнить эти дни между собой. И там пользователи написать, что у вас еще завтра не настало. Поэтому контент вы увидеть не можете. ISO формат поддерживается многими языками программирования. Поэтому когда мы передаем куда-то данные на сервер. Или нам наоборот сервер данные присылает. То обычно они летят вот в таком формате. Но разумеется они могут прилетать и в Unix времени, почему бы и нет. Но чаще всего я встречал, что данные летят в ISO формате. Ну а вот этот вариант видимо для того, чтобы было чуть удобнее работать с временем, когда мы работаем в JavaScript. Ну потому что вот эта конструкция не читаемая. Вот эта конструкция. Тут надо помнить, что у нас сначала идет год, месяц, дата. Ну тоже надо что-то помнить. Ну а здесь мы создали, например, NewDate. Начинаем что-то писать. И нам уже наш редактор кода подсвечивает, какие значения там должны быть. Вот подсвечивает. Сначала ставьте год. Потом ставьте индекс месяца. Также дает подсказку, что месяца начинаются там с нуля. И так далее. Ну разумеется здесь, пока мы эту строчку пишем, нам никто никакую подсказку не даст. Ну в общем дело вкуса. Я думаю, что понятно, зачем нам три варианта. Давайте двигаться дальше. Давайте поговорим чуть подробнее про timestamp. Помимо того, чтобы брать его с какого-то стороннего сайта, мы можем получить его самостоятельно. Мы можем обратиться к нашему date и вызвать у него функцию now. Таким образом мы получим текущий timestamp. Мы можем этот timestamp взять, запихнуть его назад в нашу дату. Ну и мы из этого timestamp можем получить, соответственно, дату назад. Окей, все это прикольно. Мы с вами можем создать какую-то разную дату. Мы можем создать дату из будущего, из прошлого. Но как теперь нам получить секунды, минуты и так далее? Как с этим вообще удобно работать? Мы можем положить всю информацию про нашу дату в просто переменную какую-то. И теперь в этой переменной будет лежать большое количество функций, которые нам помогают с нею работать. Давайте мы эту дату законсолим и убедимся, что оно действительно работает. Обновляем страничку. Нам опять выводится такая же строчка, когда мы использовали new date. Но если мы наш консоль поменяем на консоль dear, тогда мы увидим очень много информации, что в неком прототипе содержится большое количество функций. Но это так вам подсказка, как все эти функции запомнить. Напишите консоль dear и увидите, какие функции тут есть. Но тут в принципе по названию понятно, что эти функции делают. Первая функция, которую я хотел бы разобрать, это getTime. Как вы думаете, что она делает? И нет, она не выводит нам время. Она выводит нам timestamp, но при этом он будет в качестве строки. Почему так? Честно, понятия не имею. Ну и зачем же нам тогда два варианта получения timestamp? На самом деле в большинстве случаев лучше использовать вот этот, потому что он работает чуть-чуть побыстрее, потому что нам не надо создавать дату, закладывать ее в какую-то переменную, потом из этой переменной вызывать функцию. Мы сразу говорим, выведи нам текущее Unix время. Ну а если у вас уже дата создана, то в принципе можете пользоваться функцией getTime, которая вам сделает то же самое, что и вот эта. Ну только вернет вам значение в качестве строки. Что у нас там дальше? Мы видели, что у нас в нашей дате лежит огромное количество всяких функций. Ну и давайте эти всякие функции повызываем и посмотрим, что они делают. Ну давайте для начала выведем количество секунд, которые сейчас есть, только давайте мы еще будем выводить текущую дату, чтобы мы могли как-то это сравнивать. Чтобы вывести количество секунд, getSeconds. Давайте вызовем еще три функции. Это getMinutes, соответственно, чтобы получить минуты, и getHours, чтобы получить часы. Обновляем страничку. 58 секунд, 51 минута, 14 часов. Также мы можем получить какую-то текущую дату, но тут у нас опять маленькие хитрости. Давайте получим, например, текущий год. Как думаете, какая-то функция будет? И если вы подумали, что это функция getYear, то вы были почти правы. На самом деле это будет функция getFullYear. Обновим страничку, видим, что у нас 23-й год. Но также в JavaScript есть функция просто getYear. В чем же между ними разница? Разница в том, что после 2000 года функция getYear просто сломалась. Поэтому сейчас это считается устаревшим вариантом, и использовать ее ни в коем случае нельзя. Если вам надо получить год, то используйте только getFullYear. О том, почему оно сломалось, я также здесь привел небольшую статью с MDN. Ну и, соответственно, здесь вы можете почитать про это подробнее, что она устарела, почему. Вот также поставлю на паузу, и вы можете почитать, какие значения она возвращает. Ну, опять же, долго на этом останавливаться не будем. Если нужен год, то только вот эту функцию. Про getYear забываем. Если нам нужно получить месяца, тут все достаточно просто. GetMonth. Но, опять же, надо помнить, что у нас тут месяца начинаются с нуля. Поэтому вместо пятерки, потому что сегодня май, мы получим четверку. Ну, тут все просто, только надо помнить про вот эту маленькую особенность. И теперь нам нужно получить текущий день. Тут тоже есть маленькая проблемка. Если написать getDay, то мы получим цифру 2, хотя сегодня девятый день. Функция getDay возвращает нам день недели. И самое что интересное, у нас отчет начинается с нуля, точно так же, как и с месяцами. Но при этом нулевым месяцем является воскресенье. То есть понедельник это первый день, вторник второй, среда третий. Ну и, соответственно, суббота шестая, дальше идет воскресенье, снова нулевым днем. Также я тут небольшую приписочку написал, что getDay возвращает нам день недели. А вот чтобы получить день, нам нужно вызвать функцию getDate. И тогда мы получим с вами текущий день. Вызываем эту функцию и получаем наше 9 мая. Таким образом мы можем получить всю нашу дату по кусочкам. Минуты, секунды, миллисекунды и так далее. Но также вот это слово get мы можем поменять, например, на слово set. И таким образом мы уже будем не просто получать дату, а ее устанавливать. Например, давайте мы сначала выведем часы. Потом обратимся к нашей дате и говорим setHours. Сейчас у меня 14 часов. Давайте скажем, чтобы было 20 часов. И снова выведем количество часов в нашей дате. Обновим страничку. Было 14, стало 20. Ну или можем полностью нашу дату выводить. Вот таким образом. Обновляем страничку. Вот у нас было такое время. Стало 20.56. То есть мы можем управлять любым кусочком нашей даты, если мы поменяем get на set. Если нам нужно поменять год, то setFullYear. Если нужно поменять месяц, то setMonth, setDay, setDate и так далее. Ну, я думаю, что идея тут понятна. Нет смысла, наверное, останавливаться на каждой из этих функций. Давайте теперь поговорим про часовые пояса. И что же значит буковка Z в нашем ISO формате. Вы наверняка знаете, что в мире существуют часовые пояса. И, например, в Москве это плюс 3 часа. Если мы возьмем там какую-нибудь Америку, то там у нее будет минус 8 часов. Ну, в зависимости от штата. Если мы возьмем Казахстан, то тут, например, у нас плюс 6 часов. Ну и так далее. И, соответственно, у нас должна быть какая-то нулевая точка, от которой все эти плюсы и минусы строятся. И такая точка существует. Она называется Гринвичевский меридиан. Это где-то около Лондона. Отсюда у нас и пошло такое значение, как время по Гринвичу. И обозначается оно как GMT. Но также у нас есть и еще один вариант обозначения времени. Это UTC. Они на самом деле очень сильно похожи. Но UTC учитывает такую штуку, как високосную секунду. Поэтому для нас, как для программистов, UTC считается более лучшим выбором, потому что они являются более точным вариантом времени. Ну и зачем нам вот эта вся информация про вот эти вот смещения, про часовые пояса и так далее. А затем, что когда мы начинаем работать с вот этим международным временем, вот этим ISO строкой, то здесь мы можем заметить букву Z, которая говорит нам о том, что нам время пришло с нулевым смещением. И это значит, что когда мы такую дату будем запихивать в NewDate, наша дата к этому времени, которое нам пришло, добавит либо отнимет необходимое количество часов. Если мы возьмем мой пример, и допустим, мне пришла строчка, у которой стоит нулевое смещение, в моем случае NewDate добавил бы сюда дополнительно 6 часов, потому что мое время должно учитывать 6 часов. Наверное, как-то сложно объяснил. В общем, идея заключается в том, что если вам приходит какая-то дата, и у нее стоит буква Z, значит, тут нулевое смещение. Значит, в этой дате не учитывался часовой пояс. Ну и разумеется, мы можем это проверить, мы можем создать новую дату. И далее мы говорим, что нам надо учитывать часовой пояс. И теперь к моему времени, к 15 часам, прибавится еще 6. Ну, потому что у меня смещение на 6 часов. Вернулась информация о том, что у меня неправильно задана дата, потому что после T никаких двоеточий быть не должно. И вот мы смотрим на время, и к текущему времени прибавилось 6 часов. Ну, разумеется, мы и сами можем добывать вот это вот время, UTC-шное. Давайте воспользуемся нашей переменной Date. Также будем рядышком выводить дату, которую учитывает часовой пояс. Ну и, например, мы хотим вывести часы. Мы можем воспользоваться функцией, которая называется GetUtCHours. То есть, если мы что-то хотим вывести в UTC-формате, мы просто к этому добавляем приписку UTC после слова Get. Обновляем страничку, видим, что сейчас по местному времени 15 часов. Ну, а если не учитывать смещение, тогда будет 9 часов. Ну и такую же махинацию мы можем проделать с остальными функциями. После Get мы просто пишем UTC и получаем время без смещения. Ну, опять же, мы можем вывести console.dir, нашу переменную Date и посмотреть на то, какие здесь есть функции. Вот у нас есть обычные функции получения времени. Вот есть UTC-шные варианты. Вот есть функции, которые устанавливают значения. И также есть функции, которые устанавливают значения в UTC-шном варианте. Ну, окей, надеюсь, это понятно. Также на этом долго останавливаться не будем, потому что с часовыми поясами так плотно работать не приходится. В основном надо просто понимать, что такое Z, что такое GTM, что такое VTC. Как я уже говорил, это какая-то нулевая точка, от которой идет отсчет. И разница в том, что UTC чуть более точнее, чем GMT. Окей, по поводу часовых поясов это все. Ну, если нам нужно получить текущий часовой пояс, мы можем воспользоваться GetTimeZoneOffset. При помощи этой функции мы получим текущий часовой пояс, но при этом мы получим его в минутах. Тоже интересный момент такой. Обновляем страничку. Вот у нас в минутах, насколько мы смещены. Ну, если нам нужно получить в часах, просто делим на 60. Вот у нас смещение на 6 часов. Почему тут отрицание, а не плюс, я честно не знаю, потому что этой функции я не пользовался никогда. Если будет интересно, можете почитать. Ну и у нас осталось последнее, о чем я хотел поговорить. Это конвертирование нашей даты во что-то интересное. Ну, первое, во что мы можем ее переконвертировать, это в наш ISO формат. Обращаемся к нашей Date. Говорим, что мы ее хотим переконвертировать. И, например, в ISO string. Таким образом, из вот этой даты, которая там более-менее читаема, мы получаем нашу ISO строку. И самое интересное, что у нас тут как раз есть буковка Z. И это говорит нам о том, что мы переконвертировали это время. И при этом мы не учитываем смещение по часовым поясам. То есть сейчас у меня 15.00, а здесь у нас 9.00. Также мы можем нашу строчку переконвертировать в какой-то читаемый формат. У нас есть несколько для этого функций. И у нас есть Date string. Обновим страничку, и мы получим там понедельник, 9 мая, 23 год. Но на самом деле с этой датой тоже не очень удобно работать, потому что у меня на компьютере стоит русский язык. И было бы неплохо, если бы мне эта дата выводилась на русском языке. Почему она выводится на английском? Но если мы хотим, чтобы наша дата учитывала локаль пользователя, обращаемся к Date to, говорим, что нам надо учитывать локаль, и также вызываем наш Date string. Такую же функцию, которая была до этого, только тут дописали слово локаль. Таким образом, мы получим уже более какую-то нормальную строчку. Но в нашем случае мы получаем дату. Если нам нужно получить только время, тогда мы используем функцию toLocalTimeString. Соответственно, получим только время. Но если нам нужно получить и дату, и время, тогда toLocalString. Обновляем страничку, вот наши даты и время. Самое прекрасное, что сюда в качестве аргумента мы можем передать язык, для которого мы будем это выводить. Сюда мы можем передать, например, английский. И таким образом, в английском языке принято использовать слыши, для того, чтобы разделять дату. Также время у них пишется ampm. Тут это тоже будет учитываться. Ну и также в эту функцию мы можем передать время чуть поточнее, сказать, что вот это время нам нужно для штатов, вот это для Британии. И, соответственно, получить дату и время в разных форматах. В целом, это все, что я хотел рассказать вам про дату. Давайте кратенько это все подрезюмируем, и будем заканчивать. Ну и в конце домашнее задание, конечно же. Итак, дата и время у нас может создаваться тремя разными вариантами. Это использование Unix времени, использование ISO строки. И также мы можем передать все параметры по очереди. Если передаем параметры по очереди, то нужно помнить, что у нас месяца начинаются с нуля. Если мы используем timestamp, то мы должны убедиться, что он обязательно в миллисекундах, иначе вы получите не совсем правильную дату. Также timestamp мы можем получить, просто обратившись к date now, или если у нас уже есть какая-то дата, которая сохранена в какой-то переменной, мы можем обратиться к функции getTime. Где-то тут у нас был примерчик, я его стер. Console.log date.getTime. Таким образом мы получим timestamp. Если нам нужно посмотреть, какие функции у нас вообще в дате содержатся, тогда мы можем при помощи console.dir законсолить нашу дату. Далее у нас есть куча всяких функций, для того, чтобы достать какой-то кусочек даты. Например, месяц-день, день-недели, там целый год достать, минуты-секунды. Если мы хотим достать год, то мы используем getFullYear, потому что getYear уже устарело. Мы также можем достать месяц, но надо помнить, что он начинается с нуля. Если нам нужно достать день, то используем getDate, потому что date достает день недели. Со временем тут все просто. Если мы хотим, наоборот, установить дату, тогда мы используем set. Нашу дату мы также можем переконвертировать. Нашу дату мы также можем переконвертировать по что-то более читаемое, используя вот эти функции. Ну а функция toEaseString переконвертирует нашу дату в международный вот этот формат. Обычно эта функция используется, если нам на дна. Обычно эта функция используется, если нам нашу дату нужно отправить на сервер. Ну на сервере нет смысла хранить дату с учетом часовых поясов, поэтому мы конвертируем ее в ISO формат, чтобы на сервере у нас дата была вся в одном виде. Ну и в целом это все, что я хотел рассказать про дату. По поводу домашнего задания. Первое. Нам нужно написать функцию, которую мы будем вызывать и передавать ей дату совершенно по-разному. Мы можем передать ей timestamp, можем передать ISO строку, либо передать ей просто нашу дату. А она нам должна вернуть понедельник, вторник, среда. Ну просто вот такой вот кратенький текст. Какой сегодня день недели? И вторая функция, она должна вывести нам какую-то понятную дату. Ну также мы сюда можем передать все что угодно. И если ей передали сегодняшний день, то она вводит слово сегодня, если передали вчерашний или завтрашний день. Ну соответственно вот эти строчки. Если ничего из этого, тогда она будет выводить просто дату вот в таком формате. Ну а на этом я думаю, что мы можем закончить. Все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»